Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение книги «Премудрости Соломона». И сегодня перед нами седьмая глава. Перед нами второй раздел книги «Премудрости». Мы говорили, что шестая глава заканчивается своеобразным анонсированием дальнейших тем книги. И здесь мы видим больший общий упор на тему взаимоотношений между человеком и Богом. Как они строятся, в чем они обретаются. Я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И я в утробе матерней образовался вплоть в десяти месячное время, сгустившись в крови от семени мужа и усложнение, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом. И не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем, одинаково со всеми. Вскормен в пеленах и заботах. Ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Здесь важная двойственная идея. С одной стороны, она для нас, находящихся в современном контексте, совершенно прозрачна. Что никакой другой человек, несмотря на всю высоту его положения, принципиально, онтологически, природный, не отличен от всех остальных. Он из такой же плоти и крови, он точно так же рожден, точно так же встретит смерть, вне зависимости от своего социального статуса. Нужно заметить, что для наиболее архаических периодов, даже не для того, в который написана данная книга, отношение к правителю, в том числе и на Ближнем Востоке, было иным. Он человек, но его статус, его пусть опосредованное, но происхождение того или иного божества делает его отличным от остальных людей. Замечу, здесь автор впервые проводит параллель между собою и Соломоном. Подчеркиваю, что даже самый блистательный царь Израиля, точно такой же, абсолютно ничем не отличающийся от всех остальных человек. Так же говорится и о его происхождении от Адама, потомок первозданного земнородного. Говорится о том, что он так же был зачат, так же был рожден, обнаружил свой первый голос плачем и так же в итоге встретится со смертью. Важно, подчеркивается именно универсальный характер его человеческой природы, происхождение от Адама, а не уже от Авраама, подчеркивая, например, этническое происхождение и религиозную идентичность. Или же, например, еще уже от Давида, что сужало бы идентификацию социальную. При этом интересная ремарка. Ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Мы говорили в первых главах книги о том, что здесь присутствует некая вторая фигура, праведник, и он не равен Соломону. Соломон как бы ведет повествование, он маска автора, и говорит он о разных вещах. Потом, например, будет третий блок. Он будет блоком богословия истории Израиля, где автор будет вспоминать какие-то наиболее важные узловые моменты и давать ему осмысление в свете закона. Итак, с одной стороны, автор подчеркивает, никто из людей не знал другого рождения. А с другой стороны, это параллель с предшествующим упоминанием праведника, где опосредованно, но упоминалась его инаковость, отличность от большинства земнородных. Конечно, здесь напрямую не говорится об этом в мессианском контексте. Да и наш нынешний угол зрения, безусловно, сформирован христианской традицией. Но нельзя не упомянуть. Никто из царей не имел иного начала жизни. Действительно. Никто из великих не имел иного конца, как конец всякого человека, кроме одного, рождение которого отстоит примерно на столетие от времени написания этой книги. «Через столетия в Вифлееме родится тот, чье рождение будет отлично от рождения всех иных царей, и чья смерть будет совершенно не такой, как смерть любого земнородного. Посему я молился, и дарован мне разум, я взывал и сошел на меня дух премудрости». Здесь отсылка к конкретному ветхозаветному фрагменту. Когда Бог общается с Соломоном, когда тот, еще будучи молодым человеком, спрашивает у Бога, точнее Бог обращается к нему с вопросом, какое бы благословение тот хотел наследовать. И вот почему Соломон так плотно проассоциирован с премудростью? Потому что она дарована ввиду того, что ее он просит себе в дар. Не крепость телесную, не военную успешность, не экономическое благосостояние, а мудрость, возможность отличать хорошее от плохого. Бог подчеркивает, что это столь хороший выбор, что и все остальное он даст Соломону. Потому что мудрость первая и главная, а все остальное не более, чем что-то сопутствующее ей. Также мы упоминали вся литературу мудрых анонимно, как в плане автора, так и в плане общей дистанцированности от истории Израиля. Здесь мы также не видим, чтобы хоть как-то кто-то упоминался поименно. Адам не упомянут, он первый земнородный. Даже Соломон, к которому автор относит свое произведение, не назван по имени. И в дальнейшем мы увидим, что даже при перечислении базовых век истории Израиля также не будет знаковых узловых имел. Это еще одно напоминание о абсолютной универсальности данных идей. Автор желает, чтобы это читалось и понималось любым человеком, как погруженным в Ветхозаветный мир и, соответственно, ориентирующимся в том, кто здесь кто. Так и тем, кто вообще в первый раз в жизни взял подобные тексты в руки. Поэтому от любой лишней конкретики в данном случае текст избавлен. Мы говорим о том, что она называется премудростью Соломона не ввиду прямой атрибутированности, автор сам такого о себе не говорит, но ввиду этих косвенных посылок, которые он делает, пытаясь очертить тот круг, к которому он сам относится. Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство посчитал за ничто в сравнении с ней. Драгоценного камня я не сравнил с ней, потому что перед нее все золото, ничтожный песок, а серебро, грязь в сравнении с ней. Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасил. А вместе с ней пришли ко мне все благо и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими, но я не знал, что она виновница их. Без хитрости я научился, и без зависти преподаю, не скрывая богатство ее, ибо она есть неистощимое сокровище для людей. Пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения. Еще раз возвращаемся к той же самой мысли, что Соломон все обрел, обретя премудрость. Но здесь маленькая, небезынтересная деталь чистого культурологического характера. Автор подчеркивает, без хитрости я научился, и без зависти преподаю, не скрывая богатство ее. Что здесь имеется в виду? Ведь для античного периода хорошее образование было уделом немногих, если мы говорим не просто об умении читать и писать, а именно о высоком образовании. Можно вспомнить интересный диалог между Аристотелем и Александром Македонским. Аристотель был учителем Александра, и позже в одном из писем Александр упрекал своего учителя за то, что тот изложил свое учение в книгах, как говорит Александр, обнародовав учения, предназначенные только для устного преподавания. Он спрашивает, чем же мы будем отличаться от остальных людей? Понятно, когда он от мудреца может когда от мудреца может учиться очень маленький привилегированный круг. То есть мудрость таким образом не теряется, она передается кому-то еще, но и не становится достоянием общественности. Она достоянием немногих. Претензия проста. Зачем ты это сокровище расточил на простолюдинах? При этом, конечно, как бы хорошо не хотелось охарактеризовать Аристотеля, его ответ был примерно следующим, что написанные тексты ничего не дают тем, кто не слышит учителя лично. Реально, эта мудрость преподается только из уст в уста, а все, что записано на бумаге, не более, чем какие-то самые общие и самые слабые очертания. Поэтому не беспокойся, истинная мудрость как передавалась от учителя к ученику, так и передается, несмотря на книги. Догика Аристотеля такова. Здесь же автор находится принципиально на другой позиции. Он говорит, без зависти. Я преподаю, не оберегая мудрость от окружающих, потому что обладание ею дает мне соответствующий статус, который я буду терять, расточая знания направо и налево. Он так не думает. Автор подчеркивает, что это непраздное знание. Именно потому, он и расточает его, ибо оно есть неистащимое сокровище для людей. Пользуясь ею, то есть премудростью, они входят в содружество с Богом посредством даров учения. Это не просто знание о мире или о каких-то константах бытия. Это знание, которое вводит в союз с Богом, в жизнь с Ним. При этом нигде не поименован закон, не упомянута Тора Израиля, который является прямым откровением от Божества и, соответственно, руководством для человека в отношении с Богом. Здесь говорится шире о некоторых дарах учения. Это, конечно, и безусловно, традиционная религиозная истина. Но и шире премудрость раскрывается не только в этом. Через дары закона человек приходит к единению с Богом, но и в принципе знание как таковое также приближает к нему. Это один из примеров очень позитивного восприятия человеческих возможностей. Мы видим в Библии разные примеры, как превозносящие человека, так и принижающие его. И здесь конкретно говорится о том, что дары учения, знания как таковое способны приближать к Богу. Мы знаем огромное количество примеров ученых-естественников, которые, благодаря тому, что они, во-первых, высокого уровня интеллектуалы, смогли поставить перед собой вопросы о смыслах как таковых, о Боге как таковом. Потому что на тот уровень вопросов, который у них возникал, они понимали, что в рамках своей естественно-научной картины они не находят ответ. Конечно, естественное богословие, то, что рождается из наблюдения за миром, способно лишь родить вопросы. Оно безотносительное, оно требует интерпретации. Это банально. Апостол Павел, когда говорит о языческих философах, то, что они правильно поставили все вопросы, они правильно подошли ко всем этим темам. Но это не родило в них религиозный опыт, потому что опыт рождается от отношений, от откровений. Даже говоря о собственной догматике, мы понимаем, что знаем о Боге только то, что Он посчитал нужным сообщить нам. То есть невозможно за эту границу проникнуть самостоятельно. Нужно иметь ответ оттуда. И здесь-то и звучит такая идея. Путь восхождения от низшего к высшим категориям это попытка сделать вывод о существовании Солнца по наблюдению за разгорающейся зарей. И автор безусловно приверженец личностного Бога. Не Бога как абстрактного абсолюта, не Бога как идеи. Он указывает, что этот интерес к заре в итоге должен родить жажду Солнца, но уталяется она лишь Солнцем самим. Это его посыл к греческой языческой аудитории. Интеллект одно из лучших средств, способных приблизить человека к Богу путем постановки вопросов к тому, чтобы потом уже не в нем одном и не им одним получить эти ответы. Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых, ибо в руке его и мы и слова наши, и всякое разумение и искусство делания. Здесь ремарка относительно дальнейшего текста. Автор подошел к заявленным темам, дальше мы слышим молитву о том, что теперь дал бы Господь мне обо всем о том, о чем я хочу сказать, изъясниться должным образом. Потому что дальше пойдет разговор как раз об опыте жизни в Боге, что мы бы сейчас назвали мистическим опытом, то есть опыт прямого единения души с Творцом. Как он происходит и что в нем рождается. Сам он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихии, начало, конец и середину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положения звезд, природу животных и свойства зверей, стремление ветров и мыслей людей, различия растений и силы корней. Познал я все и сокровенное и явное, ибо научила меня премудрость художница всего. Автор констатирует, я увидел и осмыслил круг всех земных вещей, все доступные моему интеллектуальному познанию я получил и осмыслил. Но в этом было не просто явление моей интеллектуальной силы, все это было уже отблеском заре опыта Бога и даровал его она, премудрость, не как качество и не как свойство, а как нечто, упоминаемое с большой буквы и осознаваемое как личность. Кто же она? Она есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий, проникающий, всеумные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все происходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя. Посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть облеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Похожий гимн мы встречаем в притчах Соломона. Только там речь будет идти непосредственно о самой премудрости, где она будет Здесь же в книге речь о премудрости от третьего лица, то есть то, что познано и постигнуто неким автором. И здесь тип писания близок к греческому типу мысли, чем, например, в наиболее архаичном тексте притчах. В притчах премудрость описывается через действия. Я была при нем художницей. Я была радостью всякий день веселять перед лицом его во все время, говорит восьмая главная притча. Эти ситуативные описания близки к синицкому типу сознания, потому что мы говорим о глубине смыслов иврита. Но важно понимать, что это язык с невысокой степенью абстрагирования. Его понятие, как правило, достаточно конкретное, чего нельзя сказать о греческом. К моменту развитой античности греческий это язык с высокой степенью абстрагирования. Ряд терминов включает в себя очень широкое понятийное поле и поэтому как в данном случае мы видим, что премудрость описывается не через деяния «я сделала то-то и то-то», а через прилагательные «какова она?» И описания из книги Притч и из книги Премудрости Соломона ставили впоследствии перед богословами очень существенные вопросы. Бог Израиля Бог один. Нет никакого другого Бога равного ему или похожего на него, то есть вообще никакого другого Бога. Соответственно, о ком может говорить такого типа текста, который совершенно однозначно заявляет, что это разумный Дух, святой, единородный, то есть единородный кому? Тому, кто его произвел. Отцом всего является Бог. Но можно ли сказать, к примеру, что все творение единородно? Ну, в каком-то смысле в очень большой абстракции, наверное. Но здесь-то имеются в виду совершенно конкретные прямые признаки. А Бог трансцендентен миром. То есть он никак с ним не сравним и никак в него с необходимостью не включен. Поэтому ни о каком реальном подобии или единородности Богу, чего бы то ни было из сотворенного мира, речи идти не может. Ввиду этого у целого ряда христианских богословов происходит параллелизация премудрости и Христа. Богословие приходят к мысли о том, что Бог Отец не действует в мире сам по себе. Он как бы божество в себе. Он не явлен. И все действие божества в мире осуществляется через вторую ипостась, через Бога Слово, который взаимодействует с сотворенным миром постоянно. Соответственно, явление горящей купины Моисею это Слово, являющееся Моисеем. Бог, ходящий в раю с Адамом, это Бог Слова, ходящий в раю с Адамом. И далее. Это даже найдет свое отражение в иконографии. Мы можем вспомнить сюжеты, связанные, к примеру, с тем же самым сотворением мира. И там мы увидим, как пишут Христа, протягивающего Адаму руку, или из уст Христовых исходящий дух жизни, наполняющий Адама. Замечу, не все богословы с этой позиции однозначно согласны. Даже среди отцов мы встречаем как тех, кто видит однозначную параллель между Христом и Премудростью, так и тех, более некая абстракция, набор качеств и свойств, которыми Бог взаимодействует с миром, но которые не есть Он Сам. Здесь уместно вспомнить важную мысль, высказанную Владимиром Николаевичем Лоссским. Она такова. Тайна существует и имеет право на существование, в том числе и у тварного мира. То есть не только в божестве есть множество нам непонятного и неоткрытого, но и в сотворенном мире на самом деле есть вещи, до которых мы по всей видимости либо никогда не дойдем, либо по факту обнаружения и осмысления обнаружим лишь следующий горизонт. Тварное получается, в том числе неисчерпаемо. Отсюда простая мысль о том, что в итоге никакое однозначное позитивное, позитивиское строительство, та в том, что вот мы разобрались и поняли, как все работает. Вот такое строительство невозможно в принципе. Поэтому и здесь в богословии могут иметь место разные, не сводимые друг к другу точки зрения. Пример это как раз описание преимущества. С одной стороны она дух разумный, то есть это что-то не природа, не энергия, а что-то разумом обладающее, а соответственно личностное, а соответственно также единородное Богу. А с другой стороны такое свойство, как многочастный, к примеру, к Богу неприменимо, Бог в несложном составе. Но вспомни, автор, формулирующий эти идеи, безусловно находится еще вне контекста мысли о троичности божества, которое есть всецело лишь новозаветное откровение, ветхозаветные тексты, бледные ее тени и прообразы. Здесь важные моменты, совершенно понятные и приемлемые и для нас, и для оригинальных читателей. Премудрость, дух светлый, чистый, ясный, отдельно указано, что он не вредительный, благолюбивый. Это важно в контексте второй части аудитории. Мы же говорили, да, что этот текст не только к иудеям, но и к язычникам. А божества в мировоззренческой схеме язычника могут быть очень различны. И они в массе своей на самом деле не хороши и не плохи. То есть наше деление о том, что вот такие-то боги в греческом пантеоне, например, добрые, а такие-то злые, на самом деле примитивно и относятся к нашей культуре. Античными язычниками они воспринимались как достаточно самостоятельные, самодостаточные сущности, которые в любых ситуациях преследуют свои интересы, что может оказаться для конкретного человека как злом, так и благом. Здесь же отдельно указано, что это невредительный благолюбивый дух, то есть априори никогда ни при каких условиях к злу он не склонен. А дальше описываются его свойства, говорится о том, что он все проходит, все проникает, он есть дыхание силы Божьей, отблеск вечного света, чистое зеркало действий Божьих, образ благости. Вот эти термины. Все-таки очень сильно они склоняют нас к восприятию премудрости как образа Христа. Даже его собственные слова о том, в каких отношениях он находится с отцом, будут достаточно близки именно к данным описаниям. Она может все, пребывает в самой себе, все обновляет, приготовляет друзей Божьих и пророков. Мы можем вспомнить ряд богоявлений, которые обычных пастухов, беглецов ставил на экстраординарные вершины. Это и есть приготовление этих друзей Божьих и пророков. Бог в своей второй ипостаси, которая являясь им, входя с ними определенного рода взаимодействия. Нечто отстраивает. А потом уже плодами этого строительства пользуются все остальные. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении с светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а при мудрости не превозмогает злоба. Это возвращает нас еще раз к темам определения ценности мудрости как таковой. Когда банальная злоба в плане просто примитивной силы может прекратить существование мудреца как такового. Но при мудрости не превозмогает злоба, потому что она конечна злоба, а при мудрости нет. Мудрости 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 Мудрости